Уважаемые коллеги, продолжаем экспозицию по картофелю. Я хочу несколько слов сказать от имени фирмы Докогенной технологии, которая представила здесь свои сорта, и в целом обрисовать вам ситуацию, которая сформирует ваш интерес к сортам. Дело в том, что на рынке картофеля в России проще не становится. Валовое производство уже достаточное, и рынок предъявляет все более высокие требования к качеству картофеля. Бал никого не интересует. Давай качество. Почему так? Потому что мы находимся в принципе в Европе. Европа это зона перепроизводства картофеля для всего мира. Чуть что у нас не так, с качеством особенно. Торговые сети наши патриотизмом не страдают. Рынок наш внутренний, нетарифными мерами, которые приняты во всем мире, такими культурными нетарифными мерами, не защищен. И соответственно, чуть что не так, у нас сразу торговля заполняется импортным картофелем. Поэтому всем нам нужно настраиваться на повышение качества выращиваемой продукции. А качество, оно зависит не только от техники, от технологии, но прежде всего от подбора сортов. Потому что каждый сорт несет в себе более 20 таких признаков, которые невозможно изменить ни агротехникой, ни технологией. Это форма клубни, скороспелость, цвет мякоти, цвет кожуры, пригодность к мойке, вкусовые качества, устойчивость к болезням и средствовым факторам. Особенно сложный подбор сортов для южного региона. Потому что здесь традиционно и по климату очень жесткие для картофеля условия. Очень высокая температура, низкая влажность воздуха. И на картофеле при таких условиях нападает очень много проблем. Поэтому пригодных для южного региона сортов относительно немного. Из-за 400 сортов, которые в российском реестре, реально здесь в производстве присутствует не более 10 сортов. Все остальные рассчитаны на более благоприятные климатические условия. Мы это учитываем в своей селекционной программе. Докогенные технологии. Фирма в селекции относительно молодая. А вот в семеноводстве мы, что называется, уже собаку съели. Фирмы более 20 лет стажа, лицензионное семеноводство. До 10-х года производили основные объемы семян чипсовых сортов. С 10-х года переключились на столовые сорта, но именно премиум качество. Для нас качество сорта – это, прежде всего, очень правильная форма, поверхностные глазки, блестящая кожура, высокая устойчивость к патогенам, легкоспособность и стрессоустойчивость. И вот сейчас, буквально за 5 последних лет, наша фирма включила в государственный реестр 6 новых сортов картофеля. Мы можем сейчас предложить сорта вам для любых направлений, потому что на юге у каждого свои приоритеты. И по срокам посадки, и по направлениям использования, по технологии уборки. И выбор сорта, в принципе, конечно, решает сам хозяин предприятия. На этой площадке вы можете увидеть, что у наших сортов есть свое лицо. И они не повторяют другие селекционные фирмы. Мы можем сейчас предложить сорта для самых разных вариантов технологии выращивания. Но прежде всего у нас очень мощные позиции по краснокожурным сортам. Посмотрите сюда. Наша фирма представляет такие сорта, как ламинго, кармен, калинка. И новый, очень раннеспелый сорт Оскар, который только поступил в этом году на госиспытание. Вы видите, что наши краснокожурные сорта имеют идеальную форму, очень яркую окраску и красный подкожурник. То есть, это технологичные очень сорта. И, например, сорт фламинго, который вот здесь вы видите, и сорт калинка, они уже подтвердили свою высокую жаро- и засухоустойчивость. То есть, они хорошо переносят такие вот южные типичные условия погоды. Поэтому, с точки зрения раннего урожая, подойдут сорта фламинго и Оскар. А если вы никуда не спешите, на зимнюю закладку, например, то сорта кармен и калинка вас вполне устроят. Они здесь представлены. Калинка, а что, чипсовый, да? Калинка как раз накапливает очень высокое содержание сухого вещества. У нее низкий сахар. И, в принципе, для короткого фри и чипсов сорт пригоден. Не знаю, как мы пробьемся к монополистам в этой сфере, но мелкие игроки чипсового производства, такие тоже в России уже есть, они заинтересовались этим сортом. Что касается типичного картофеля, который у вас здесь основной, то есть раннеспелый, белокожурый картофель. У нас предложение есть по сортам Реал, Гэтсби и Ластрада. Особенно большую популярность на юге получил сорт Ластрада. Он наращивается в объемах, можно сказать, как на дрожжах. Потому что вот там на углу, откуда мы начинали, клубни выложены, потому что основная площадь, это поле занято именно сортом Ластрада. Что хочется еще сказать, что наша фирма существует в формате селекционно-семеноводческое предприятие. Каждый сорт мы поддерживаем полноформатным семеноводством. То есть мы не зависим от импорта никак. Предприятие абсолютно российское и осуществляет всю работу в селекции семеноводства самостоятельно. Но некоторые сорта, которые вот здесь представлены, они относятся к шотландской селекции. Это сорт Кинсман, Ластрада, Гэтсби. И это правильно в том смысле, что мы имеем возможность независимо ни от кого производить семена этих сортов. Наши обязательства перед авторами исчерпываются выплатой роялти. Мы вполне цивилизованные семеноводы, соблюдаем эти условия. Но все семеноводство ведем самостоятельно и, соответственно, полностью отвечаем за качество своей продукции. С другой стороны, нам очень интересно мнение производственников о наших сортах. Внедрение сортов проходит производство очень тяжело по картофелю. Это не рапс, это не кукуруза, где можно буквально за год все гибриды перевернуть. В отрасли существует очень высокая степень консерватизма, сдержанности к новым сортам. И, соответственно, каждое предприятие выбирает сорта только на основе собственного опыта. Нам очень дорого мнение производственников. И мы очень ценим сотрудничество с предприятием Николая Николаевича, который раньше всех начал испытывать наши сорта. Он убедился, что некоторые из них его очень устраивают. И эти сорта присутствуют уже в хозяйстве в больших объемах. Чего мы ожидаем и от остальных южан-картофелеводов. Это естественный ход сортоиспытания картофеля. Сначала предприятие смотрит новые сорта на небольших делянках. Год-два оценивает по своей технологии, по своей агротехнике, по своим каналам сбыта. И после этого делает выбор в пользу конкретного сорта. И вот конкретный сорт мы представляем уже в виде семенного материала. И этот материал поставляется в неограниченных объемах на большие товарные посадки. Вы видите здесь сорт Ластрада, который в южном регионе России уже занимает очень большие площади, потому что обладает очень высокой жаростойкостью, засухоустойчивостью. И у клубни есть свои особенности по внешнему виду. Клубни шарообразные, достигают большого размера. Это востребовано на оптовых рынках. Мы называем сорт для юга, потому что он в этой зоне чувствует себя великолепным. По выходу денежные выручки опережают все конкурирующие сорта. Потому что его можно убирать немножко чуть позже. Не самый ранний, не Коломбо, не Ривьера. Чуть позже. Но за счет более высокой урожайности и товарности он обеспечивает прекрасную экономическую эффективность. На рынке этот сорт разбирается в первую очередь. Например, в северных территориях сорт Ластрада не востребован, он не выращивается нигде. Даже в самой Шотландии не выращивается. А вот в южных таких стрессовых территориях, это юг Европы, север Африки, этот сорт занимает огромные площади. Так что обратите внимание, этот сорт уже пошел производство. Он себя зарекомендовал только с положительной стороны. И новые сорта, я думаю, тоже вас порадуют.